Завершается лето, вместе с этим школьники приступают к учебе, на что обратить внимание родителям после длительного отдыха их детей на каникулах, чтобы обезопасить детей от возможных опасных ситуаций. Об этом мы поговорим с временно исполняющим обязанности начальника подразделения по делам несовершеннолетних Дренкевич Михаилом Ивановичем. Михаил Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Ежегодно в составе межведомственных комиссий вы посещаете приемку образовательных учреждений. Расскажите, на каких моментах во время таких проверок вы все-таки делаете акцент со стороны ведомства? При приемке образовательных учреждений со стороны органов внутренних дел акцент прежде всего делается на безопасность учащихся, то есть оценивается по нескольким критериям. Это наличие пропускного режима в образовательном учреждении, как он организован, наличие также кнопок экстренного вызова сотрудников Росгвардии, которые пребывают в случае чрезвычайного происшествия. Вот это ключевые моменты. Наличие видеонаблюдений в образовательных учреждениях, ограждения по периметру школ. Бывают ли какие-то серьезные нарушения у образовательных организаций? Как правило, нарушений серьезных нет. Все учреждения у нас в этом году приняты к началу учебного года. То есть все оборудованы системами видеонаблюдения в этом году. Даже детские дошкольные образовательные учреждения у нас в этом году все, которые на территории города Каннска находятся, они все оборудованы системой видеонаблюдения. То есть я считаю, что безопасность должным образом обеспечена. Какую работу проводите с детьми из неблагополучных семей для подготовки их к учебному процессу? И, так скажем, сколько на учете стоит, в ПДН стоит таких детей и самих семей? Ну, на профилактическом учете в Межмуниципальном отделе МВД России и Каннский состоит 99 несовершеннолетних правонарушителей и 104 неблагополучные семьи. Каждый год в преддверии начала учебного года эти семьи все посещаются, оценивается готовность детей и родителей к обучению ребенка в школе. В случае необходимости таким семьям, которые нуждаются, оказывается как материальная помощь, так и консультативная помощь по обращению в органы социальной защиты населения. Какие все-таки преступления чаще всего совершают дети, которые стоят на учете в ПДН? Что они делают? Почему их ставят на учет? Ну, в основной категории преступлений, вообще правонарушений, которые совершают дети у нас, состоящие на учете, это прежде всего имущественные, то есть хищение чужого имущества. Это кражи, мелкие хищения, грабежи, угон транспорта. Вот это, скажем так, основная категория наша. Делают ли они это в школе непосредственно? И вот помогут ли сейчас камеры снизить количество таких поступков, так скажем? Да, периодически такие факты бывают. Как правило, это связано с хищением сотовых телефонов, планшетов и прочих устройств электронных. То есть в этом плане хотим бы также обратить внимание родителей, чтобы они объясняли детям, как, каким образом нужно хранить свое имущество, чтобы избежать подобных криминальных ситуаций. То есть прежде всего телефон сотовый, планшет, он должен находиться всегда при ребенке. Ну, конечно, при этом недопустимо его использовать в учебном процессе, но не стоит их, как правило, оставлять в гардеробах школьных. Так как такие факты, хищения именно из гардеробов у нас в прошлые годы имелись. Прежде всего, родители с наступлением учебного года должны позаботиться о безопасности своего ребенка и сохранности имущества. То есть ребенку необходимо объяснить о безопасных маршрутах пути исследования, то есть дошколной секции, ну, соответственно, обратно. Также о том, чтобы он следил за своим имуществом. То есть это как одежда, так и, ну, различные личные предметы, электронные устройства. То есть все должно быть под контролем. Ребенок, например, первоклассник, было бы неплохо, если бы родители его провожали в школу до тех пор, пока ангоритм, скажем так, вот этот, у ребенка в голове прочно не отложится, и родитель не будет понимать, что вот мой ребенок самостоятельно может пойти в школу и вернуться обратно. Также, касаемо первоклассников, родители должны объяснить своим детям, если ребенок после школы идет куда-то в гости, задерживается у своих одноклассников, он должен об этом предупредить. Потому что такие ситуации в начале учебного года бывают периодически. То есть под вечер уже родитель, не найдя своего ребенка, обращается в полицию с заявлением о розыске. Соответственно, начинаем отрабатывать круг общения ребенка, и выясняется, что он всего лишь у одноклассника задержался, но при этом родитель, классный руководитель, также об этом ничего не знают. Создаются вот такие вот ситуации внештатные. То же самое касается правил поведения на дорогах, то есть правила безопасности дорожного движения. Это правила перехода дороги. Ребенку необходимо напомнить, соответственно, чтобы он выбирал какие-то безопасные маршруты. То есть не общаться с незнакомыми людьми, при попытках подойти, познакомиться, попросить телефон, позвонить кому-либо. То есть ребенок в таких ситуациях должен однозначно отказывать, и с такими людьми общаться не следует. Это касается больше, скажем так, начальных классов, первоклассников. То есть все это родитель должен объяснить своему ребенку. В целях защиты несовершеннолетних у нас в России действует комендантский час. А что делаете, если все-таки обнаруживаете ребенка на улице после его, так скажем, наступления? И когда она все-таки наступает, и в какие периоды? Да, действительно, законодательством Красноярского края, то есть закон Красноярского края об административных правонарушениях, для родителей, которые допускают факт нахождения своего ребенка в ночное время без сопровождения, предусмотрена ответственность по статье 1.4 закона Красноярского края. Ну, в случае выявления таких детей, они непосредственно устанавливаются, их личности, они сопровождаются, передаются под расписку родителям своим, ну, либо иным законным представителям. Также особо затронуть хотел тот момент, ну, без сопровождения взрослых. В данном случае в этой статье под взрослым понимается мать, отец, опекун, то есть именно законный представитель, то есть ребенка. Ни в коем случае не дядя, тетя, брат, сестра. Даже пусть они будут совершеннолетними, то есть 18 лет им есть. В отношении таких родителей, законных представителей, составляется матерьян, который направляется на комиссию по делам несовершеннолетних. Наказание предусмотрено в виде денежного штрафа. С 1 мая, вот 30 сентября, у нас летний период времени, несовершеннолетние могут находиться на улице до 23.00 часов. В зимний период времени, то есть это оставшийся промежуток, получается до 22 часов. Ну и в завершении нашей беседы хотелось бы поговорить об акции «Помоги пойти учиться». Я знаю, что полицейские постоянно принимают непосредственное участие в ней. И расскажите, что еще организовываете в ее рамках наряду с благотворительной миссией? Ну, спектр мероприятий, которые предусмотрены, данная акция, он достаточно обширный. То есть это не только оказание материальной, консультативной помощи. Но также мы проводим отслеживание детей, которые должны, например, пойти в первый класс, но они не приступили к учебным занятиям. Также выявляем тех детей, которые окончили общеобразовательную школу и не приступили к учебе в профессиональных учебных заведениях. То есть таких детей мы отслеживаем, если они появляются, соответственно, всей системой органов профилактики нашего муниципалитета принимаем меры к тому, чтобы их отправить на обучение. Михаил Иванович, спасибо большое за беседу. Надеюсь, нашим телезрителям она будет полезна. Я напоминаю, что гостем нашей студии был временно исполняющий обязанности начальника подразделения по делам несовершеннолетних Дранкевич Михаил Иванович. На этом наш опыт завершен. В студии была Татьяна Блинкова. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...